Дорого-богато. Кому нужны уши эльфа? Новогодние лампочки. Ну вот эти палки на ножках. Ничего не облезло, все ок. Мне звездей захотелось. Единственное, я наехала на продавца. Ну это пипец, на Алике столько денег тратить. Всем приветики! На днях 11 ноября, как всем, наверное, известно, наступит глобальная распродажа или Всемирный день шопинга, или Черная пятница на Алиэкспресс. Хотя, конечно, это будет совсем не пятница, а даже понедельник. И я решила снять видео как раз-таки к этой Черной пятнице. У вас будет время, чтобы его посмотреть, чтобы поковыряться где-то, возможно, выбрать себе какие-то хочухи. И в этом видео я покажу вам свой виш-лист, расскажу, что я собираюсь и хочу купить, и почему, и что не хочу, и почему. У меня в данный момент не так уж и много косметики с Алиэкспресс, даже совсем мало. Я делала не так давно обзор на вот эту вот палетку Ходжу, она меня приятно удивила, и многие из вас ее купили, попробовали тоже в восторге. И также многие писали в комментариях под обзором к этой палетке, за что вам большое спасибо, обзоры на что они хотели бы увидеть. И сегодня, я считаю, накануне этого самого Всемирного дня шопинга на Алике самое время обсудить то, что хотели вы, и то, что в итоге, ну, я думаю, что приобрету. Если у вас какие-то есть пожелания или замечания, обязательно пишите их в комментариях, обязательно делитесь вашими виш-листами. Давайте сравним, что каждый из нас хочет купить, а на что забить. И еще в этом видео я вам напомню про своих любимчиков из косметики, опять же, у меня есть еще кисти, я вам еще раз их покажу, напомню про них, скажу, что о них думаю, и про удачные мои любимые товары с Аликой, которые не связаны с косметикой, вдруг вам тоже это пригодится. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал, включайте оповещения, и давайте уже перейдем к самому главному. По какому принципу я составляю свой виш-лист? Во-первых, мне интересно сделать обзор на ту косметику, которая интересна вам, и вместе с тем, на которой не особо есть обзоры на YouTube, или их нет вообще. Либо мало или нет обзоров на русскоязычном YouTube. Во-вторых, по личным предпочтениям, а именно, я не очень люблю рыжие, красные, розовые тени, их потому что пихают везде, их уже у каждого целая коллекция, у меня тоже. А китайцы, как и вообще все производители мира, обожают просто делать оранжевые тени, они их делают, научились и пихают их во все палетки. И просто практически из области нереального найти палетку без рыжих или красных и розовых. Понятное дело, что палетки, которые попали в мой виш-лист, тоже с этими оттенками, но я постаралась выбрать так, чтобы там было их поменьше. И именно 11 ноября, один из главных факторов, это, конечно же, цена, потому что некоторые палеточки, как и другие товары, можно купить по супер выгодной цене. На некоторые палетки скидки в 100-200 рублей, а это, по-моему, очень круто, на некоторые, правда, рублей 20 или 30, вот тут уже не слишком интересно. Я, чтобы ничего не забыть, буду подглядывать в телефон, а вам буду вставлять картиночки, чтобы вы понимали, о чем речь. Вдруг вы что-то то же самое присмотрите. И давайте, во-первых, пройдемся по самым популярным алишным брендам косметики. Начнем с De Lancie. То, на что, во-первых, падает мой взгляд, это Tenda Knight и Nakturne, уже обозрела эти палетки много. Блогеров, обзоров просто очень много, поэтому, ну честно, я не очень вижу смысла снимать на них обзор. Хотя, конечно, палетки симпатичны. А вот на эту палеточку, если я не ошибаюсь, поковырявшись в описании, я нашла, что она называется 18 Master Faves, хотя, возможно, это не так, название другого, в общем, я не откопала, но ссылку оставлю в описании. Вот на нее обзоров я не нашла вообще, и отзывов на самом Алике тоже, всего один, по-моему. С одной стороны, это хорошо, что отзывов нет, потому что вам будет интереснее смотреть, с другой стороны, это не очень, потому что я не понимаю, что я куплю. И хочу обратить внимание, что в этой палетке целый ряд глиттеров, вот нижний ряд, и будет очень интересно сравнить их с глиттерами Tati Beauty. Когда она приедет, а случится это буквально на днях. По поводу скидки на эту палетку именно 11 числа я ничего не вижу, вот у меня написано 656 рублей. На все остальные товары, на которые будет какая-то там супер скидка 11 на них, так и написано, что сейчас цена такая, 11 будет такая. Но здесь ничего такого нет, может еще что-то переделают, в общем-то стоит 656 рублей, хотелось бы, конечно, дешевле. Вот я когда покупала вот эту Hodge, она стоила 300 с хвостиком рублей, меня цена абсолютно устроила, в итоге палетка оказалась классной, о чем я еще раз скажу в этом видео. И вот купить на Алике китайскую палетку шикарного качества за 300 рублей, это очень круто. А когда ты тратишь 600, ну знаете, одна 600, вторая 600, третья тысяча, и выходит с тем же успехом, можно купить одну палетку известного бренда, которая точно будет лучшего качества, возможно, даже и супер пуперского. Но из всех палеток бренда мне в данный момент интересна вот она больше всего. Еще у Delancey очень интересная вот эта вот палеточка, мне кажется, хотя она, конечно, красно-фиолетово-рыжая. Она мне дофига чего напоминает, если у вас нет палетки в подобной расцветке, если вам нравятся и рыжие, и красные, и фиолетовые, то можно на нее посмотреть, тем более, что цена сейчас 816, а будет 11-го 645. Далее, палетки Focalure. Здесь, конечно, шикарнейший выбор, я даже немного посмотрела обзоров, много обзоров у меня нет времени смотреть, к сожалению, и поняла из этих обзоров, что в Focalure есть тени как шикарнейшего качества, так и совсем не Ice. И, учитывая, что я не хочу палетку из полностью рыжих или розовых, я смотрю на палетки, где, кроме этих оттенков, есть какие-то хотя бы еще цвета. И, во-первых, мой взгляд упал сначала на палетку вот эту вот. По фоткам она мне показалась очень похожа на палетку ретроградной Меркурии Худы, которую, кстати говоря, я не хотела, но купила, потому что многие из вас захотели на нее обзор, куда же деваться. И еще Инна меня сподвигла, сама знает как. Так вот, когда вышел ретроградный Меркурий, он мне что-то изначально стал напоминать, но что я не могла понять, и потом кто-то из вас вкупить-забить написал мне, что он напоминает как раз палетки Focalure. И да, я поняла, что именно напоминал мне этот самый Меркурий. Во-первых, вот эту палетку Focalure, я даже подумала, что я куплю эту палетку и сравню их, но потом я посмотрела немного обзоров, поняла, что палетка качества не очень, и смысла сравнить вообще ничего нет. Я понимаю, что лишние палетки, которые даже внешне похожи на какие-то брендовые дорогие, скорее всего, по качеству будут другими, и даже цвета будут других оттенков, чем мы видим на картинке. Там будут другими на свотчах и на веке. И увидев свотчи, и это я поняла, что сравнивать там абсолютно нечего. Но затем я вспомнила, что у Focalure есть палетка, на которую я давно заглядывалась, а потом что-то забыла и не купила. И на нее есть обзоры, но на англоязычных каналов, на русскоязычных я не нашла. Возможно, они есть, я плохо искала. Вот так выглядит эта палетка, и по свотчам она хороша. Я не знаю, насколько они похожи, но свотчи мне понравились, и макияжу девочкам мне понравились. И мне кажется, здесь уже есть что сравнить. Вот эти вот четыре сине-фиолетовые непонятных оттенка, возможно, сравнить будет и можно. К тому же, палетка вот эта Focalure стоит сейчас 835 рублей, а 11 числа будет стоить 654, и здесь выгода прям заметно аж 200 рублей. Вот ее из всех, прям хочу-хочу. И полностью зеленая палетка девятка Focalure, многие про нее писали, многие хотели на нее обзор. Я сама на нее заглядываюсь, потому что она не рыжая. Вот в данный момент написано, она стоит 581 в официальном этом магазине Focalure, будет 11 числа стоить 509. Да, уже не такая значительная выгода, но тем не менее не 20 рублей. А вот я вижу эту самую зеленую палетку вообще по выгодной цене. То есть сейчас она стоит 251, а 11 числа упадет стоимость до 247. Ее надо покупать, причем и там, и там, это официальный магазин Focalure. Что происходит, блин? Почему у них на одну и ту же палетку совершенно разные цены? Далее, не знаю, куплю или нет, потому что если я куплю все, что я добавила в виш-лист, то, ну, это пипец на Алике столько денег тратить. В общем-то, вот эта вот палетка, которой я похожа очень на субкультуру, аналог субкультуры Анастасии Беверли-Хиллз, и видела я на нее обзоры свочи. И Аня, моя подписчица, которая посоветовала мне вот эту палетку Ходжи и сказала, что она самая крутая из всего, что напробовала. Вот Ане понравилась и вот эта вот палетка Focalure, так что я уверена, что качество там классное. По выгоде стоит сейчас 684, 11 числа будет 547. По-моему, хорошая скидочка. Еще у Focalure после обзоров мне интересно попробовать двушку бронзер-хайлайтер. В третьем оттенке вроде как по обзорам мне понравилось. Стоит почти 500 рублей сейчас и будет 11 числа 414. Я, конечно, подумаю, буду ли это покупать, но отзывы хорошие, именно на третий оттенок, так что имейте в виду. Также я думала о палетке, которая напоминает Набловскую и о других красотках, но по обзорам поняла, что лучше не смотреть в их сторону, потому что там пигментация какая-то жесть. Далее, палетки DoCala. Из их ассортимента мне приглянулось вот это. Вот, опять же, по обзорам она вроде как хорошего для Алиэкспресс качества. И я присмотрела вот такой набор из этой палетки и четырех кистей, которые сейчас стоят тысячу с хвостиком и будет 11 числа 813. У DoCala на самом деле шикарнейший выбор кистей, даже больше, наверное, там кистей, чем палеток, но я что-то как-то не смотрю в сторону их кистей, потому что ковыряться особо некогда, честно говоря, а там большинство синтетических, как я поняла, а я предпочитаю натуральные. Поэтому извините, но по кистям этого бренда проконсультировать не могу. Далее, бренд iMagic. Ничего там не присмотрела, потому что там либо все рыжее, либо палетки глиттеров, а я глиттеры не особо люблю. Нет, я люблю глиттеры, но очень редко их использую. Я думаю, мало кому нужна палетка целая, палетка с глиттерами. Ну, мне уж точно не нужна. И второй момент. Предложения этого бренда не особо выгодны. 11 числа цены уменьшатся не больше, чем на 20-30 рублей. Так что какой смысл? Следующий бренд. You Can Be. Меня попросили обозреть палетку Aroma. И я вот смотрю и не пойму, почему Aroma и Pink Violet так похожи. Не могу понять, это одна и та же палетка у них, или это две разные. Просто переименовали. Честно говоря, вот мне эта палетка, ну, не особо нравится, в плане, что она розовая, и она похожа на Huda New Nude. Да, у меня есть Huda New Nude. Да, я могу купить эту палетку и их сравнить. Но, с другой стороны, какой смысл, когда весь YouTube завален этими сравнениями? И у русскоязычных блогеров, и у англоговорящих. Ну, мне кажется, лучше какие-то новинки обозреть. Как считаете вы? Далее, мне писали про бренд Catkin. Я смотрела палетки этого бренда, но, честно говоря, разницы особой с вот этим Huda я не увидела никакой. И там, и там красивые упаковки, да, они вот здесь, рисунок у них разный. И те, и это выглядят дорого-богато. Внутри наполнение у них очень похоже. А по свочам в отзывах и обзорах я поняла, что вот у этого, у Huda, лучше пигментация, чем у того. А стоимость там в 2, 3, а то и 4 раза дороже, чем вот у этой палетки. Я реально не вижу смысла покупать палетки теней на Али от 900 и выше рублей, и уж больше 1000 рублей точно. Да, там будут какие-то скидочки, но цена все равно какая-то невкусная. Я для себя смысл за такие деньги на Алике покупать что-либо не вижу из косметики. И бренд Fable, это прям алишный Too Faced. Палеток у них не особо много, большинство из них похоже на Too Faced-овские копии. Почему-то стоимость 11 числа я вижу, что не поменяется, то есть они и так недорогие палетки. И цена 11 числа останется той же. Честно говоря, они мне не кажутся какими-то интересными, особо доверия не внушают. Возможно, я когда-то их куплю, но не думаю, что есть смысл 11 числа мне с ними заморачиваться. Ну вот, в принципе, и весь список моих хотелок. Да, он не такой уж большой, но я и не могу скупить весь Алиэкспресс. То есть я отсортировала именно по максимуму то, что понимаю, что мне возможно понравится. И надеюсь, кому-то из вас тоже пригодится и этот список. Теперь давайте про вот эту Ходжа. Палетка классная, оставлю ссылку в описании на подробный обзор, всем ее рекомендую. Многие возмущались в комментариях, что как же так, ты сказала, палетка стоит 314 рублей. Да, я ее покупала за 314. А потом, когда народ туда зашел, она стала стоить там в районе 600 что ли или 600 с чем-то. Но уж я никак на эту цену повлиять не могу. И когда я ее покупала, я знать не знала, что она будет столько стоить. И если вам нравится такая цветовая гамма, я вам очень рекомендую попробовать эту палетку, потому что она не уступает по качеству дорогущим брендам. И да, мне она обошлась в 314, сейчас ее можно купить там же за 345. Я не вижу, чтобы 11 числа у нее поменялась цена, хотя кто его знает. Если хотите, можете сами поискать цену на эту палетку подешевле, возможно, и можно найти именно на 11 число. Но имейте в виду, что даже сейчас она стоит не 600 рублей. И второе, что я однозначно всем рекомендую, это вот эти вот две кисти. Других кистей этого бренда, этого магазина я не пробовала, поэтому не знаю, как они. Но в этих, в их качестве, в нанесении, в том, что они абсолютно у меня не выпадают, ни одного волоска за время использования не выпало, а я ими пользуюсь больше года. В них я уверена, поэтому могу рекомендовать. Покупала я их 21 августа прошлого года, и обошлись мне маленькая в 190, а большая в 238 рублей. И, внимание, сейчас маленькая стоит 181, и будет 11-го стоить 164. Я прям добавила себе в закладки, потому что мне надо еще. И вот эта стоит 253, 11-го числа будет 210. Бренд называется Белли Кисти из козы. Они очень нежные, очень приятные, не колются. Даже после года использования и частого мытья, ничего с ними не стало. Ворс такой же мягкий, все прекрасно наносится, маленькой, ну как маленькой. Эту я использую, в общем-то, в основном для затемнения уголка и растушевки, а также нанесения теней вот этих вот переходных. Люблю ею сразу и наносить, и растушевывать тени. И это у меня всегда исключительно для румян. Она классная тем, что все очень легко наносит, то есть ею вы не переборщите. Даже если вы ею будете наносить очень яркие румяны, настолько нежно она все переносит, что переборщить просто нереально. Наслоите, пожалуйста, сколько угодно. Вот этим она мне очень нравится. Также многие любят наносить ею хайлайтер. У меня для хайлайтера верная кисть, я не хочу ее на что-то менять. Но это морфия, можно поискать, кстати, и у них, возможно, есть что-то я не видела. Но ворс вот здесь вот даже приятнее и шелковистее, чем у того же морфия. И цены шикарные вот за такого качества кисти. Ворс здесь прям даже видно, что не стриженный, то есть волосок кончику вот так вот уменьшается, становится более узким, сходит на нет. Прям обожаю, обязательно куплю эти кисти еще. А теперь вообще не косметика, но то, что мне нравится. Вот такая вот заколка в виде какой-то булавки, что ли, я не знаю. Она достаточно большая, как вы видите, и хорошо все держит. Можно что-то ей там сзади закалывать, можно спереди, можно использовать просто для красоты. Но она такая тяжеленькая на самом деле на ощупь. Мне очень нравится, как она смотрится. Далее, у меня много олишних украшений из одного и того же магазина, потому что мне там они понравились. У меня есть на них обзор, я ссылку оставлю в описании, не вижу смысла заново все рассказывать. Можете посмотреть тот обзор, там тоже под тем обзором ссылки есть в описании, если вам что-то из украшений этих понравится, то можете купить. В плане, там покупать можно, то есть это не какое-то гэ, все красиво, симпатично, ничего с этими украшениями не стало. Я их до сих пор ношу, не всегда, правда, в видео я их надеваю, но в жизни ношу. Ничего не облезло, все ок. Далее, если вы блохер или фотограф или видеограф и вам нужно освещение, вы не хотите сильно тратиться и проще заказать с Алиэкспресс, то могу вам порекомендовать вот эти вот софтбоксы. Я с ними очень долгое время жила, совсем недавно их сменила на другие дорогущие, фирменные, классные, замечательные, поэтому у меня изменилась картинка. Но, если у вас ограничен бюджет, вы не хотите сильно тратиться, я, честно говоря, даже не знаю, как вам их советовать, потому что цена у них увеличилась очень сильно. Я два раза покупала эти софты, потому что у меня достаточно быстро перегорели лампочки, которые шли в комплекте, и оказалось, что выгоднее купить опять софты с лампочками, чем просто лампочки к ним. Лампочки приехали совсем другого цвета, и из-за того, что у меня часть лампочек была перегоревшая, а часть нет, получилась полная какофония, и настроить вообще как-то фотоаппарат просто было нереально. Продавец отнекивается, какая на самом деле температура у лампочек, непонятно. Пишут они, что она 6000, но что там на самом деле, вообще неизвестно, поэтому я очень долго мучилась. Но если вы не хотите покупать себе софты за цену, начиная от 20 тысяч рублей, то почему бы не купить вот их? У этого продавца, если что, можно выбрать доставку из Российской Федерации или из Китая. Если вы выбираете из Китая, то она на 4000 рублей дороже, или даже на 5. Я заказывала оба раза из России, доставка была очень быстрая, в течение недели, наверное, или дней 10 мне все привозили, доставка была на дом, но там, наверное, надо выбирать, какой службы доставки. В общей сложности я купила 6 софтов за полтора года вот этих вот, которые Коблед Кит, и в данный момент 2 софта стоят 8624, у меня такое впечатление, что это искусственно завышенная цена, хотя я давно не смотрела, сколько они стоят, возможно, она такая уже и была. Но 11 числа цена будет 4657. Я последний раз покупала эти софты 25.06.19 и обошлись они мне в 4737. Делайте выводы сами. Первый же раз, не помню уже, как так получилось и почему, я выбирала оплату US долларами и покупала их 18 марта 2018 года, и обошлись они мне тогда в 79 долларов. Можете умножить на нынешний курс и понять, что с ценой. Еще блохерам и другим людям, которым нужна штука, которая держит фон, ну вот эти палки на ножках, на которые вешается фон, я вам могу посоветовать вот этот, который покупала я. Он стоил 2075 рублей, было это тоже в 2018 году, в начале года, в марте. И сейчас, если вы выберете такой же размер, то есть 2 на 2 метра стоить это будет 2041 рубль, 11 числа 1938, чуть дешевле. Но тут есть еще размер 2600 на 3 метра, если кому-то надо, смотрите. Единственное, что это хлипкая такая конструкция, если вы будете очень тяжелое, что-то какие-то фоны тяжелые вешать, то не факт, что она выдержит. Если только легкие, тогда покупайте. Новогодние лампочки, которые у меня на фоне. Эти и предыдущие, эти со звездями, а те были обычные. Сейчас я вам скажу на всякий случай, нормальные люди им дом украшают там или елку, а я фон, а то скоро Новый год, мало ли вам пригодится. Предыдущая гирлянда, которую вы наблюдали совсем недавно во всех моих видео, у меня она 3 на 3 метра, есть там разные размеры, и 3 на 3 метра мне обошлась гирлянда в 939 рублей, она с холодным светом. И это было 2 декабря 2018 года. Здесь можно выбрать все, вот у меня был свет white, доставка, не помню, Россия или Китай, мощность в ватах, выбираем, и размер, можно не 3 на 3, можно меньше, ну классно, че, сейчас она стоит 787 рублей, а 11 числа будет 764, я купила ее дороже. И учитывая, что это было год назад, круто че. С гирляндой за это время ничего не стало, я просто поменяла ее на вот такую, потому что мне звездей захотелось. Звездатая гирлянда, сейчас вам скажу сколько стоит, она вообще должна висеть по-другому, но я ее вешаю как хочу, а если украшать дом, то вот так вот стоит она, я ее купила за 673, она тоже, кстати, холодная. Сейчас она стоит 655 и 11 числа будет 645. Я считаю, что в любом случае это отличная цена, я долго изучала вопрос, когда ее собиралась покупать, и здесь были самые выгодные цены, то есть похожие гирлянды есть, единственное, я наехала на продавца, потому что не въехала где розетка, а оказалось, что я не увидела вот эту штуку, которая втыкается в розетку, и увидела только ту, которая для того, чтобы в нее втыкать вторую гирлянду. Да, вот такой я приколист. Не заметила, что покупала, и когда приехала, очень удивилась, чем же втыкать гирлянду. Еще недавно, наверное, пару месяцев назад, может чуть больше, я делала обзор на вот этот вот браслет Xiaomi, до сих пор в нем хожу, очень мне нравится, мне нравится, что он за сном следит, показывает, когда, во сколько, как я спала. Нравится функция измерения пульса, нравится, что он считает шаги, и еще периодически телефон у меня на беззвучном режиме, а браслет уведомляет о звонках. Мне браслет подарили, это Xiaomi Mi Band 4, и в данный момент у этого продавца стоит он 2107 рублей, 11 числа будет 2069, насколько я знаю, когда мне его покупали, стоил он еще дороже, потому что ссылку я выпросила, посмотрела, и на тот момент цена была 2600. Кому нужны уши эльфа? Есть поменьше, есть побольше, вот эти поменьше, вот эти вот побольше, все классно крепится, да, раз, ничего никуда не падает, удобнее мне, конечно, с теми, которые меньше, потому что меньше ощущаются на ушах. Вот эти вот норовят упасть, такое ощущение, особенно, когда под волосами. Вот такая красота получается, я знаю, что некоторые прикалываются по этой теме, можно на самом деле прикалываются, в смысле любят тему эльфов. Стоили они сущие копейки, вот второе длинное, вот второе маленькое, так вот они выглядят. Простая, удобная, легкая, в использовании конструкция. Маленькие стоили 83,29, в данный момент стоят 79, 11 числа будет стоить 59, вообще совсем дешево. Большие стоят 83, будут стоить 11,6193, я покупала за 86, на самом деле, если это дело вот так прикрыть волосами, то даже разницы с вашими ушами не будет видно. И это, конечно, не все мои любимчики, у меня есть покупки для дома, например, но вставлять их сюда я не буду, иначе это видео не закончится никогда, все-таки у меня канал больше о косметике, чем о чем-то еще. Я очень надеюсь, что это видео оказалось для вас интересным и полезным, надеюсь, что кому-то пригодятся ссылки, кому-то пригодится какая-то информация. Желаю вам солнышка, отличного настроения и выгодной глобальной распродажи на Алиэкспресс 11 числа. Поставьте себе напоминание, что в понедельник в 11 утра она начинается и будет продолжаться еще 3 дня в общей сложности. Также помните, что на Алиэкспресс есть всякие купоны, в которых я вообще не шарю, поэтому ничего не могу подсказать. Изучайте информацию, как вы можете сэкономить. Если вы вдруг что-то знаете, то можете со мной тоже поделиться, потому что я в этом чайник. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok